Кто придет за вторым, за третьим и так далее, планируйте 22 декабря. 22 декабря – день особенный для балаковцев, ведь профессиональный праздник отмечают энергетики. И Саратовская ГЭС уже по традиции делает подарки малышам рожденным энергией. Нынешний год в этом плане очень плодотворный. 22 декабря в перинатальном центре на свет появились 10 ребятишек. В одних семьях первенцы. У меня вообще было 15 число, и я не ожидала, что именно 22-е так получится. А как назвали ребеночка? Максим. Максим – первый ребенок? Да. Ну а в других семьях новорожденных дома ждут старшие братики и сестрички. Очень сильно ждали, особенно старшая, которая говорила, ты мне обещала братика еще 11 лет назад, и наконец ты мне его подарила. Поэтому они очень ждут нас домой. У меня стоял срок на 28-е, но мы как бы думали, что может быть на Новый год, но так получилось. А у нас папа тоже энергетик. Вот он подарок сделал ребенок. И сделали подарок папе. Мамочки получили в подарок сертификаты на детские товары и уже придумали, что они на них приобретут. Но программа «Саратовская ГЭС. Рожденные энергии» – это не только поздравления новоиспеченных родителей. В течение 8 лет мы работаем с «Русгидро» в плане того, что нам спонсируют обязательно такие дорогие, хорошие подарки. В этом году мы получили подарок 800 тысяч, которые позволили нам приобрести детский кювес для новорожденных. Приобретенный кювес позволяет выхаживать малюток весом от полутора килограммов. Малыши, которые появились на свет раньше срока, живут здесь в особых условиях. Им нужно, чтобы условия их выхаживания были максимально приближены к внутриутробной. То есть их не устраивает нашего температура, сухость воздуха, освещение. Им нужно, чтобы была более высокая влажность, более высокая температура. Но если что-то нарушится вот из этих основных параметров, то есть или сердечко начнет биться слишком часто, или температура как-то изменится, то здесь будут звуковые сигналы, вот есть тревога. И она достаточно громко всему отделению скажет, что срочно все бежим сюда и выясняет, в чем здесь проблема. Саратовская ГЭС выделила на приобретение кювеса 800 тысяч рублей. Однако в ходе аукциона его удалось приобрести дешевле. И на сэкономленные средства руководство перинатального центра сможет приобрести еще и электрохирургический высокочастотный аппарат для применения в акушерстве. Саратовская ГЭС, конечно, поддерживает молодые семьи. Хотим, чтобы вы больше рожали, чтобы детишке, которые родились, им была оказана любая медицинская помощь на нужном уровне. А самое главное, чтобы они рождались уже здоровыми. Забота о подрастающем поколении – одно из приоритетных направлений социальной программы Саратовской ГЭС. И поддержка оказывается не только новорожденным, но и воспитанникам детских садов, а также ученикам подшефной школы номер 15. Здесь открыт энергокласс, в котором практические занятия проводят гидроэнергетики. Отличные дети, можно сказать, потому что потенциал как звездочка. Его сразу видно, он загорается, начинает гореть. А дальше им просто нужно немного помогать и давать направление. Преподавание в энергошколе, в энергоклассах, а также в профильных институтах – это поиск новых молодых специалистов, которые в дальнейшем пойдут уже по карьерной лестнице именно гидроэнергетики. Владимиру Костину на торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика, вручили награду за наставничество. Он передает свои знания не только школьникам, но и молодым специалистам, которые приходят работать на предприятия. А с учетом того, что Саратовская ГЭС отметила 50-летний юбилей, как раз сейчас на гидростанции происходит смена поколений. В наш коллектив поступили очень много молодых сотрудников. Я надеюсь, что, как всегда, наш коллектив окажет помощь новым сотрудникам, поможет в работе. Старшие коллеги, наставники сейчас предлагают максимум усилий, мы им очень благодарны, перед тем, как уйти на заслуженный отдых. Все-таки передать тот опыт, который у них есть. В День энергетика поздравили всех, кто отличился в 2018 году, в том числе и журналистов, которые освещают работу Саратовской ГЭС и которые стали призерами конкурса «Русгидро. Чистая энергия». В этом году представители Балаковской прессы и блогосферы стали свидетелями масштабного события – переноса турбины. Так что рассказать своим читателям и зрителям им было о чем. Впечатления просто шикарные, отлично. Когда у нас где-то по телевизору говорят, что нам в экономику надо больше инвестиций и делать предприятия высокотехнологичные, то, в принципе, это все у нас в Балаково есть. Ну, блогеры должны освещать все как есть. Конечно, можно было бы придраться к чему-то, но придраться не к чему. В уходящем году на Саратовской ГЭС произошло много хороших и значимых событий, но впереди у предприятия еще больше свершений. Остается одно, что никогда не меняется. Это требование к нам, чтобы мы с вами обеспечили надежность и безопасность работы Саратовской ГЭС. А для того, чтобы мы это обеспечили, я вам желаю здоровья прежде всего, успехов, карьерного роста. Ну и, конечно, стремление к получению новых знаний, ведь гидроэнергетика – это отрасль, которая постоянно развивается. А значит, сотрудники гидростанции тоже должны идти в ногу со временем.